Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Разворот». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин, и в гостях у нас сегодня депутат Европарламента Иверс Иепс. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот когда я ехал сегодня на интервью с вами, вот такая аналогия у меня возникла. Вы ведь пришли в политику из науки, из политологии. Ну да, я немножко остаюсь в науке, я до сих пор работаю в университете, но в этом смысле да, это было примерно где-то немножко меньше 2 года назад. Ну это можно сравнить, когда теолог становится священнослужителями, то есть переходит на ту сторону, грубо говоря. Вы знаете, теология – это такая довольно интересная наука. Я знаю, что в России, по-моему, был по этому поводу какой-то маленький скандальчик, ну можно ли вообще быть теологом, не будучи верующим и не претендуя на какое-то, ну, свое, ну, представление о теологических учениях? Ну, политолог – это, безусловно, наблюдатель. Ну, он может быть компетентным, некомпетентным, но его, скажем так, сильная сторона – это анализ. Ну, политик – это, конечно, игрок. Я бы скорее сравнивал это с комментаторами футбольными или хоккейными, которые занимаются примерно тем, чем занимаются политологи. То есть объясняют то, что происходит на площадке. Ну да, ну, как мы знаем, это тоже интересная динамическая работа, когда ты тут стараешься понять, кто за кого играет, и что кому удается, не удается и так далее. Но это все-таки две большие разницы – играть самому или комментировать. Ну, вот интересно, что Виктор Гусев, известный, кстати, российский спортивный комментатор, рассказывал, что многие на него обижались и потом не разговаривали. Именно игроки, потому что объясняли они это так. Слушай, ты говоришь об этом с телеэкрана, ну ты выйди и сыграешь. Вот вы, когда стали политиком, вы поняли, что, возможно, что-то говорили про политиков не совсем справедливо? Понятно, что так и есть, да. Да, но в то же время и будучи политологом, я находился, я бы сказал, в довольно близких отношениях с игроками. В том смысле, что я говорил с ними, встречался, я помогал иногда им тут какими-то речами, концепциям, стратегиям. В этом смысле у меня было некоторое представление о том, что это означает находиться в самой игре, а не просто наблюдать с телевизора. В этом смысле, но то, что ты иногда сожалеешь о том, что ты сказал, но это бывает, к сожалению, да. Ну, когда вспомнил я сейчас сериал «Карточный домик», когда герой Фрэнк Андервуд говорил о том, что это самая одинокая работа в мире, политика – это одинокая профессия, несмотря на ее публичность? Это в латвийском контексте, я бы сказал, по сравнению с Фрэнком Андервудом и с американским контекстом, это гораздо более командная игра, потому что у нас все-таки, и это касается меня, в том смысле, что если бы не было какой-то команды, и не было людей, с которыми я мог сотрудничать, и с которыми у нас были доверительные отношения, ничего такого не было бы возможно. Это, я думаю, что немножко все-таки отличается от американского контекста, где вот эти одномандатные округа, по которым был, по всей вероятности, избран и господин Андервуд, где ты все-таки более солист, чем командный игрок. Ну, вот если говорить о командной игре, это наше достоинство или наше проклятие? Потому что мы ведь нередко слышим, в том числе есть общественный запрос на сильного лидера, некого индивидуалиста, которых не хватает в нашей политике, потому что многие, кажется, подстраиваются под вот этот командный дух или под мнение большинства, и поэтому мы видим, что, скажем, президент Эггел Слевец, от которого многие ждали такой индивидуальной игры, становится, ну, по крайней мере, очень субъективно сейчас говорю, очень посредственной политической фигурой. Как вы считаете, это сжирает? Ну, то, о чем обычно говорят, это, конечно, прямые выборы, всенародно избранный президент. И об этом, я думаю, что следует подумать. Если раз такое желание есть, ничего страшного в этом нет. Мы видим, что так существует очень многие европейские демократии, где президент избирается даже при парламентарском устройстве, но избирается напрямую, например, Польша и так далее, Франции. Но, тем не менее, я бы сказал, что проблем, скорее, не в том, что у нас нет таких сильных лидеров, а скорее в том, что эти команды иногда бывают очень-очень вялыми и недееспособными. Мы видим, что на каждый сеймовский выбор появляется, и довольно большую часть получают партии, которые сразу потом же разваливаются. И это, конечно, печально, потому что, ну, тут я бы смотрел, чтобы надо были бы эти партии, все-таки, действительно, должны были быть, надеюсь, способными и действительно представлять интересы населения, а не просто раз попал, ну, все, хорошо, 4 года, я тут работаю. Ну, то есть, получается, что для многих это просто возможность устроиться на работу, да? То есть, так рассматривается политическая составляющая. Ну, я думаю, что тут, конечно, не только работа в том смысле, что, ну, какую-то зарплату получаешь и идешь на работу каждый день или почти. Ну, да, но это и амбиции, конечно, потому что политика, это не только насчет денег. Это в первую очередь, я думаю, что если говорить о деньгах, то в первую очередь, я думаю, что, ну, это не всегда мотивирует людей, которые идут, вот именно создают партии, которые имеют какие-то свои политические инициативы, которые выдвигают что-то новое. Тут, скорее, все-таки личные амбиции сидеть у того стола, где принимаются самые главные решения в стране. Я думаю, что это гораздо более важно, чем зарплата. Вот, кстати, у Кинга ведь под куполом большой Джим Ренни как раз размышляет на эту тему, что, говорит, денег-то у него хватает, но это уже его не заводит, а заводит его именно власть, хотя и в небольшом городе. То есть, власть действительно можно воспринимать как наркотик. Хорошо, власть – это очень, с одной стороны, конкретно, с другой стороны, очень абстрактное понятие, потому что то, что может тоталитарный лидер себе позволить, не может себе позволить лидер в демократической стране. Но, тем не менее, все-таки власть, она привлекает? Может быть, я не самый подходящий партнер для такого разговора, потому что европейский парламент, конечно, принимает важные решения, но, скажем так, они более являются такими обширными, генеральными, которые влияют на более долгосрочные процессы. Мы, например, в прошлой неделе тут приняли эту новую регуляцию по отношению к общей аграрной политике, как тут деньги будут распространяться и так далее. Что касается именно такого hands-on власти, когда я действительно управляю, держусь за этот руль и управляю страной, то, конечно, такой власти гораздо больше тут на месте, а не в Брюсселе, в том смысле, что такой власти располагает, в первую очередь, кабинет министров, которые на данной моменте, насколько я понимаю, сидят, они тут и принимают решения насчет этих ограничений по ковиду. Так что в этом смысле, конечно, власть в том смысле, что ты влияешь на процессы, да. Но власть, вот если уже вопрос к вам как к политологу, а не как к депутату Европарламента, вот она, власть здесь, на месте, она завораживает наших игроков, скажем так, вот, членов кабинета министров? То есть есть вот то, о чем мы говорили, вот, упоминая Дармурой, хотя это меньшее марш. Ну, скажем так, завораживает в том смысле, что не то, чтобы показать, ну, бывает всякий сценарий, бывает и такое, что, ну, ты просто любуешься своим каким-то публичным образом, и тебе это нравится, тебя отпускают говорить на всякие платформы и так далее. Другое дело, когда ты имеешь амбиции сделать что-то такое, что другие не могут. А я бы с удовольствием упомянул бы эту самую территориальную реформу, которая, как мы знаем, тут, ну, тянулась, тянулась, все знали, что что-то такое нужно предпринять, но все понимали, что это довольно такая, ну, скажем так, трудная работа, потому что очень много интересов, но очень много самоуправлений, вопросов и так далее. Ну, и я думаю, что это, да, это юриспуция, который министр, это, а, конечно, и, ну, я не знаю, власть не власть, но азарт в том смысле, что ты можешь доказать то, что ты на это способен. Можно идти против течения. Да, 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 ну, и это, конечно, ты не можешь просто сделать, если ты встаешь на углу улицы и кричишь, ты должен говорить с людьми, со всеми, и с теми, с которыми ты очень, ну, может быть, не так и рад поговорить, но, тем не менее, ты должен с ними говорить, потому что они тоже участники процесса. А где вот, условно говоря, заканчивается та демократическая грань, потому что, упоминая Юрия Сапуца, вспоминаем историю с Рижской думой, ее распуском, и со стороны, опять же, складывается впечатление, что если бы коалиция, которая была в Рижской думе, совпадала с коалицией, которая была бы в правительстве, ничего подобного с Рижской думой, даже при всех тех же действиях, которые совершил Шелушаков, не случилось бы. Вот нет ли здесь вот этих переходов, когда, с одной стороны, Юрий Спутца осуществляет региональную реформу, с другой стороны, вот можно ли это назвать ту процедуру демократической, если положа руку на эту росту? Ну, в первую очередь, если посмотреть, что же там происходило, можно спрашивать, ну, насчет Рижской думы, насчет Риги Сатекс, насчет всех этих договоров, насчет всех этих закупок по отношению к транспорту, в том числе и к общественному транспорту и так далее, я думаю, что так это просто не могло тогда продолжиться. Где грань, чисто формально, я думаю, что эта грань довольно ясна, это суд, в том смысле, что, ну, мы знаем, что суд закончился только в первой инстанции, и, насколько я понимаю, это господин Ушаков пошел на апелляции, и будем смотреть, как это будет продвигаться дальше, но, тем не менее, суд решил, что это решение было принято министром самоуправления юридически корректно и правильно. В этом смысле тут таких, ну, мы можем говорить о том, что да, но тут, если бы на этом месте был бы кто-нибудь другой и так далее, если бы на месте Пуца, например, был бы кто-нибудь другой, но мы знаем, что тут, ну, якобы более ярый идеологический противник согласия национального объединения руководил очень долгое время именно этим министерством, но, тем не менее, никто такого не предпринял, ну, потому что тоже понимали, что это, ну, будет непросто. Ну, Пуца на это пошел, ну, будем ждать, как этот процесс будет продолжаться, но, по всей вероятности, это было правомерное решение. Вы общаетесь с Нилом Ушаком, учитывая, что он ваш коллега по Европарламенту? Я с ним пару раз встречался, но, насколько я знаю, он физически больше находится в Брюсселе, чем я, потому что я, у меня семья в Риге, и я, в принципе, в последний раз, когда я был в Брюсселе, это был июль, когда можно было еще ездить, и Болтык летел туда. Сейчас уже, насколько я понимаю, никто, прямых рейсов нет, и мы все работаем отдаленно, что, опять же, создает дополнительные проблемы, потому что ты должен сидеть в этих удаленных заседаниях и так далее. В этом смысле я с никем, по-моему, из наших латвийских коллег тут на месте не встречался в последние месяцы. Но если говорить о процедуре, потому что Генеральная прокуратура обратилась к руководству Европарламента с просьбой рассмотреть возможность лишить Ушакова депутатской неприкосновенности иммунитета, вот это сложная процедура? Тут задействован юридический комитет, и я думаю, что если не будет никаких таких серьезных намеков о том, что речь идет о политике, скорее, чем о юриспруденции, то Европейский парламент выдаст господину Ушакова по этому делу. Так что будем смотреть, как это будет продвигаться. Это только, насколько я понимаю, вчера было анонсировано, что есть такой запрос. Но обычная практика, это, конечно, то, что это может тянуться. Мы знаем, что некоторые из наших восточных соседей, литовцы, тут у них было очень много уже опыта по отношению к выдаче некоторых депутатов Европарламента. Это может тянуться, но, скорее всего, результат будет положительный. – Ну, как вы рассматриваете вообще фигуру Ушакова, если посмотреть на нее в этом временном отрезке, его становление, его думский период, и его как депутата Европарламента, потому что, несмотря ни на что, он остается одним из самых популярных политиков в стране. Вот это триумф и трагедия, триумф и драма. А вот что, как его можно рассматривать? – Я думаю, что в первую очередь это надо рассматривать в контексте этих выборов в Рижскую думу, где я не вижу, ну, скажем так, очень большого повода для энтузиазма со стороны избирателей согласия, когда он же, насколько я понимаю, в последний какой-то участок времени не очень-то активно действовал в компании согласия и по отношению к своему, ну, скажем так, наследнику господину Чекушину, что, может быть, и все-таки связано с не очень таким блестящим результатом согласия на этих выборах. Так что я думаю, что это в первую очередь, конечно, надо решать самому согласии, как они видят Ушакова в своей деятельности, потому что, ну, понятно, да, но это человек, который 10 лет пробыл мерам латвийской столицы. Ну, и я думаю, что он достаточно молодой, чтобы списывать его со счетов тоже преждевременно. То есть, нельзя говорить о том, что Ушаков уже упустил возможность вернуться когда-либо в латвийскую политику, что он уже с черной меткой? Ну, вы знаете, я думаю, что тут очень много, я думаю, что довольно большая часть избирателей согласия от него отвернулась. Если существует какая-то возможность какого-то камбэка, ну, может быть, но я думаю, что это и связано с тем, как будут продвигаться все эти уголовные дела. Все-таки мы знаем, что, ну, это тоже имеет влияние на политический карьер. Ну, так что поживем-увидим, я не думаю, что Ушаков так и рвется обратно в Риг. Ну, что касается условно русского поля, потому что согласие на протяжении долгого времени фактически было монополистом на этой площадке, сегодня мы наблюдаем, что русские голоса уходят в том числе от истыба и пар, потому что и прогрессивные, которые, в общем, вместе с вами стартовали на выборах в Рижскую Думу, я так понимаю, что за них многие русские голосовали. Есть ли некий передел русского поля сегодня, ощущаете ли вы это? Понятно, есть по отношению к более молодому поколению, это, безусловно, можно наблюдать, и я думаю, что это, конечно, как раз и задача нашей партии и нашего объединения, чтобы говорить с этими людьми и, скажем так, предлагать альтернативу. Я думаю, что мы еще увидим какие-то подвышки именно в таком более, ну, скажем так, консервативно настроенном русскоязычном электорате. Я думаю, что это честь служить Риг. Я думаю, что будет тоже серьезным игроком, но это зависит от того, имеют ли они какие-то общенациональные амбиции и так далее. Тут, конечно, фигура Андриса Америкса играет довольно большую роль. Это тоже депутат Европарламента. Кстати, тоже депутат Европарламента, да. А что касается других каких-то подвижек, ну, мы видим, что, ну, некоторые люди из, скажем так, старшего ветеранов русского, как называется, русский союз Латвии тоже, ну, попали, опять же, в Рижскую думу, где их некоторое время все-таки не было. Так что, ну, я затрудняюсь ответить, каким именно будет этот расклад, ну, например, в 22-м году, когда у нас следующий выбор 7. Но, тем не менее, я думаю, что вряд ли у согласия удастся удержать вот этот монополизм, о котором вы только что говорили. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Политолог, депутат Европарламента, Ивр Сиепс, сегодня у меня в гостях. Скоро вернемся. Да, мы продолжаем эту программу «Разворот». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин, Ивр Иепс, депутат Европарламента и политолог, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну, вот еще один интересный момент. СКДС недавно проводили опрос общественного мнения и выясняли отношения жителей Латвии к Александру Лукашенко и событиям в Республике Беларусь. И там показалось, что латыши и русскоязычные в целом по-разному относятся к тому, что там происходит. Опять же, это может свидетельствовать о политическом и этническом раскуле, или как это можно объяснить? Ну, это медийная сфера, надо учитывать. И тот факт, и в смысле по-разному. Ну, русский больше симпатизирует Лукашенко. Но, тем не менее, есть и довольно серьезная часть латышского электората, который не так уж и, скажем так, им не нравится этот Лукашенко. Так что, я думаю, что это... Ну, ладно, но Лукашенко, конечно, создал себе некоторый образ. И он, скажем так, для латышского избирателя, с которым я немножко все-таки больше знаком, он все-таки лить отверяет, не такую, ну, скажем, такую немножко агрессивную антизападность, которую все-таки и на этом, насколько я понимаю, осознанно все-таки играет и российская пропаганда, в том смысле, что, ну, Путин – это такой противник Запада, а вот этот такой нормальный, действительно, директор совхоза, да, такой нормальный хозяйственник, да, да, да. И это как? Ну, это же нравится, особенно старшим поколениям, и то, что этот образ, мягко говоря, не соответствует действительности, это, конечно, появляется сейчас, начиная с 9 августа, когда тут избывают людей, в принципе, люди понимают, что Белоруссия – это де-факто полицейское государство, и таким всегда было, это не что-то новое, но просто мы это не замечали, потому что у них такой красивый президент, потому что у них тут вся эта, ну, этнографическая культура и так далее и тому подобное, и в этом смысле я думаю, что, ну, да, ну, будем смотреть, как это будет меняться, но я думаю, что, ну, по крайней мере, в Евросоюзе все-таки этот имидж такого картофельного пиночета, который, ну, такой крепкий хозяйственник и все-таки такой добрый батька, он утрачен уже навсегда, конечно. Ну, вот, никогда не говори никогда, как известно, из такой фразы, фильм про Джеймса Бонда был на эту тему, но здесь ведь интересно другое, потому что многие политологи, с которыми я разговаривал, в том числе российские и либерального толка, обращали внимание на то, что, посмотрите, говорят, Путин – это не рукопожатный лидер. Через месяц с Путиным снова разговаривают, и он снова рукопожатный. То же самое может произойти и с Лукашенко, если он выстоит, если, допустим, народные протесты вздохнутся, то европейские лидеры снова скоро с ним начнут разговаривать, как, например, с ним разговаривала всегда латвийская официальная Рига, потому что ведь ездили к нему, когда санкции были, и Каренш его награждал, ведь знали, что там права человека нарушаются, сидят и так далее. Вот эта история в рукопожатности, она действительно такая непродолжительная? Ну, что касается, говорят ли, с российским лидером, ну, это безусловно, хотя эта рукопожатность, конечно, сильно уменьшилась после 2014 года, и истории все-таки с тем, что Россию исключили из ГА8 и так далее. Но это все-таки чисто политически довольно две несравнимые разницы в том смысле, что Россия, скажем так, это не просто региональный, это глобальный игрок все-таки. А что касается Белоруссии, это, конечно, интересная страна, но тем не менее, ну, они, конечно, могут стараться пользоваться какой-то ролью модератора, как это происходило после захвата Крыма и войны на Донбассе в 2014 году, когда весь этот минский процесс пошел именно на Минске и так далее. Ну, сейчас-то я думаю, что такого уже не будет, потому что, ну, мне трудно себе представить, где же эта большая надобность опять делать Лукашенко рукопожатным. То есть, получается, что с Путиным разговаривать вынуждены, несмотря на саму. Понятно, но как? Ну, это, например, в Риге был Макрон, который тоже, ну, понял, поднял некоторый фурор тут на месте по отношению с тем, что надо разговаривать с Россией. Это глобальный. Да, 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 да. И в том смысле, что, ну, очень много в Латвии были с этим, ну, скажем так, не до конца согласны и так далее, но тем не менее, понятно, что с Россией говорить нужно по очень многим важным дименсиям, и об этом как раз и говорил Макрон, который сам, кстати, вообще не лелеет никаких иллюзий по отношению к политике Кремля и так далее. Но с Лукашенко, я думаю, что это самое страшное, по-моему, что может произойти сейчас в Беларуси, и что Лукашенко просто останется у власти, и именно из-за этого факта сам будет загонять свою страну в более большую международную изоляцию. И я думаю, что это, конечно, тоже забот все-таки того же самого Евросоюза, чтобы работать, по крайней мере, с белорусским обществом. – Вот есть такая точка зрения, что Лукашенко держится до тех пор, пока это выгодно Путину, потому что как только Путин от него отвернется или решит, что нужно поменять Лукашенко на кого-то другого, то, соответственно, вся сила Александра Григорьевича и закончится. Согласны с этим? – И да, и нет. Мы знаем, что это, опять же, я не являюсь никаким аналитиком по отношению к белорусско-российским отношениям, то тем не менее понятно, что это очень интересные отношения, в том смысле, что понятно, что Путин поддерживал все время, ну, скажем так, Лукашенко, в первую очередь, конечно, финансово и экономически, и в этом смысле понятно, что Белоруссия и зависит от Российской Федерации в очень большом объеме. Что же касается Лукашенко, он все-таки даже, несмотря на все его, ну, скажем так, авторитарные выходки, он, тем не менее, работал над тем, чтобы, ну, скажем так, по крайней мере, в белорусском обществе создавать эту необходимость в независимой Белоруссии, чтобы, ну, не отдаваться, все-таки сохранять свою суверенность, чем он очень тут умело играл, иногда это против России, иногда это против Запада, но всегда, всегда Лукашенко самый гарант этой суверенности и так далее. Так что на данный момент я не думаю, что у Путина, если бы он захотел, удалось бы так и легко сместить этого Лукашенко на какого-то, я не знаю, Бабарыка или какого-то другого более лояльного кандидата, потому что, ну, скажем так, тут есть, ну, какая-то часть белорусских элит, для которых такой сценарий тоже не подходит. Так что я даже не знаю, как это будет заканчиваться, потому что, ну, тоже, ну, сейчас, ну, все-таки понятно, что тут, насколько я понимаю, у них генеральная забастовка и так далее, и тут в больших предприятиях, в вузах и так далее. Как это будет продолжаться? Потому что, ну, насколько возможно усидеть на штыках, и, насколько я понимаю, Лукашенко на данный момент уже больше и больше сидит именно на штыках. Ну, кстати, про Путина тоже так говорят, вот согласны с этой точки зрения, что Путин сидит на штыках? Путин, и, насколько я понимаю, гораздо более сидит на таких очень себе лояльных бизнес-олигархических структурах, которые лояльны и ему, и которые благодарны ему за возможность контролировать эти огромные ресурсы, и которые обеспачивают им и ему и лояльность довольно большой части населения. И это, конечно, все-таки немножко другая система, когда Путин, в смысле, когда Лукашенко говорит то, что у него нет олигархов, насколько я понимаю, это скорее правда, чем нет. В том смысле, как это. Там есть чиновники и силовики. Да, да, да. Это немножко другая структура экономики и государства, чем в России. Так что это все-таки две разные страны, безусловно. Ну, вот вы упомянули Макрона, там ведь был интересный нюанс, что когда Макрон говорил в Риге о том, что необходимо поддерживать отношения с Россией, развивать диалог и так далее, ведь он это делал после разговора с Владимиром Путиным, в котором они обсуждали Навального, и после которого был слив Лимонт, и многие считают, что это был осознанный слив Елисейского дворца, в котором Макрон просто был в ярости от того, что Путин ему сказал, что, возможно, Навальный сам себя отравил, и что следы новичка ведут в Латвию, кстати, на котором тоже прозвучало. А Матрон потом сказал, очень миролюбиво о Путине и о России. Как мы уже говорили, в том смысле, что, в первую очередь, Макрон, конечно, собирается стать, ну, скажем так, главным европейским лидером, особенно учитывая то, что Ангела Меркель уже находится на выходе. И в этом смысле он, конечно, примеряет к себе эти вот именно туфли и эту позицию. А что касается такого якобы пропутинизма нынешней французской администрации, то это все-таки надо воспринимать критично, потому что надо учесть и тот факт, что когда Макрон шел на выборы в 15-м году, если я не ошибаюсь, ну да, наверное, тогда... Я могу ошибиться. Тогда же главным противником его же была Марина Лапен, который напрямую поддерживал Кремль. И в этом смысле он не имеет каких-то таких глубоких симпатий по отношению к России, как это иногда люди думают. Но, тем не менее, то, что французы гораздо более открыты к диалогу с Российской Федерацией, в первую очередь пытаются говорить с Кремлем, это безусловно. Но я думаю, что, опять же, латвийский интерес в том, чтобы сидеть тоже при этом столе и понять, о чем идет разговор, чтобы не было каких-то наших интересов поставлен под угрозой. Ну вот здесь интересно, потому что Ангела Меркель, она уже хромая утка, как говорят у уходящих политических лидеров, с другой стороны, Ангела Меркель на протяжении очень долгого времени была неким стабилизатором в отношениях Москвы и западного мира, потому что, казалось, она именно выравнивала вот эти все шероховатости. И даже после дела Навального, когда, как говорили знающие люди, что Меркель пришла в ярость, потому что она уже... Даже она уже не была готова к такому цинизму. А то, тем не менее, все равно она остается и оставалась вот той некой стабилизирующей фигурой. Макрон сможет все-таки перенять у нее, как считаете, вот этот фактор? И вообще Германия откажется от своей политики такой примиряющей? Ну, мы видим то, что Макрон пытается играть такую, ну, скажем так, с одной стороны, понимая, в чем тут дело, но в то же время, ну, поддерживая некоторый дипломатический канал в Сиазе, чтобы понять, что происходит и от чего можно ожидать от Кремля. А что касается дальнейшего, ну, то поживем, увидим, как обернется ситуация и в самой Германии. Потому что понятно, что, ну, Меркель, я бы не сказала, что она в чем-то очень атипичный или нетипичный немецкий политик по отношению к Российской Федерации. Я думаю, что так же, как работала она, в большинстве случаев, я думал, что такой средний немецкий политический класс, в принципе, имеет те же воззрения на, ну, тут европейско-российские отношения и так далее, это отношение и по отношению к безопасности, и по отношению к тому же странному северному потоку и так далее. Так что я, честно говоря, не думаю, что в Германии сильно поменяется после ухода Меркель. Ну, вот эти стабилизирующие, умеренные политики, факторы, они отстают, учитывая, что мы видим, как возрастает звезда Эрдогана, который сказал, что Макрону вообще надо в психиатрическую больницу, а это, кстати, страна-член НАТО, на секундочку, который сейчас задействован, судя по всему, в Карабахском конфликте. И Эрдогана называют, если Путина называют царем, то Эрдоган называют султаном, и это, в общем-то, очень похожая история. Но это, опять же, повторюсь, Турция-член НАТО и самая большая армия в Европе. Это похожая история во многом. И я думаю, что мы должны понять то, что, ну, скажем так, мы имеем некоторые структурные разногласия с путинской Россией по очень многим вопросам. Но, тем не менее, такие разногласия существуют и по отношению Евросоюза и Турции. И в этом смысле мы видим то, что в течение последнего, именно месяца, это касается и Кипра, и этих газовых месторождений в Средиземном море, и Нагорно-Карабахского конфликта мы видим, что, по большому счету, ну, Турция тоже становится на немножко другой путь и по отношению к защите интересов ислама. Потому что вся эта история с Макроном, это же было не по поводу просто французско-турецких отношений, это было по поводу убийства этого учителя. И в этом смысле, ну, да, Эрдоган, наверное, счел нужным показать себя защитником ценностей исламской религии. И в этом смысле, я думаю, что это, конечно, тоже является очень большим вопросом для Евросоюза, особенно, что касается Ближнего Востока. Потому что то, что сейчас нет, ну, скажем так, гораздо уменьшился этот поток беженцев и искателей убежища в Европе, это же во многом зависит от европейско-турецких отношений, и Турция, к сожалению, этим пользуется. Можно ли говорить о том, что сегодня мы наблюдаем время возрождения империи, потому что, если мы говорим о Путине, то, в общем, видны попытки работать в плане создания некой восстановления не Советской империи, но что-то на этой базе пытаться строить. То есть, также, если мы говорим об Эрдогане, то там, опять же, наблюдают не вот такую Османскую империю, которую он пытается тоже восстановить. Кстати, многие отмечают, что при Эрдогане, по крайней мере, в имидженном плане Турция стала восприниматься как более сильное государство. Ну, я думаю, что это, скорее, все-таки связано не с тем, что эти имперские амбиции где-то тут появились, они существовали всегда, и это касается по отношению к Турции, не только по отношению к России, то, что, например, как они работают с греками, например, это тоже над этим очень интересно тоже наблюдать. Я думаю, что это, скорее, все-таки проблема слабости Запада, которая позволяет иногда совершать такие вещи без всякой реакции. Это, конечно, приведет нас к очень большому вопросу следующего вторника, что же произойдет, и кто будет... Я действительно не знаю, если посмотреть на все эти опросы, тогда, конечно, тут Байден впереди, но это... Вспомнил Хиллари Клинтон. Да, да, 16-й год мы тоже можем вспомнить, когда все, я в том числе, все-таки ошиблись с прогнозом, и так, что я... Вы были тогда в американском, я был в американском посольстве в гостинице, мы все ждали результатов. С утра, с утра, да, да. И все думали, что Хиллари Клинтон, я это помню. Такого предложения, скорее всего, нет, потому что этот ковид все-таки... Ну, да, но в том смысле, что если мы видим, что этот про-евроатлантический мир слабеет, то, понятно, на эту почву пытаются вступать другие. Но это по Бзержинскому, получается, великая шахматная доска. Он же писал о Суперимперии, которая была одной, это Соединенные Штаты. Сейчас можно ли воспринимать Соединенные Штаты единственной сверхимперией? Ну, это, вы знаете, опять же, вопрос дефиниции, но то, что это, скорее всего, единственная сверхдержава. Если есть сверхдержавы в мире, тогда это, конечно, только одна, и это США, потому что я не вижу других конкурентов с теми амбицией и с теми возможностями и с тем чувством некоторой миссии, в том числе идеологической миссии, которая есть у Соединенных Штатов по отношению к так называемому свободному миру. Что же касается Китая, ну, они, конечно, очень развиваются и растут, но на данный момент я не думаю, что о них можно говорить как о сверхдержаве в том же смысле, как мы говорим о США. Но получается, что влияние Соединенных Штатов на, назовем это так, постсоветское пространство, европейское пространство или европейско-азиатское пространство, если мы говорим о Турции, оно сильно ослабло, получается. После распада Советского Союза было ощущение, что они контролировали. Это очень интересный вопрос. Если посмотреть, что произошло в течение последних четырех лет при Трампе, тогда мы видим, что, в принципе, Америки в нашем регионе скорее стало больше, чем меньше. И по отношению, кстати, к вооруженным силам. Другой вопрос в том, что, и это действительно структурный вопрос, что США при администрации Трампа не воспринимает Евросоюз как единого игрока. И работает только... Это такой высокомерный вопрос. Да, да, да. Ну, мы знаем, что, в первую очередь, если когда Трамп начал свои отношения с Европейским Союзом, тут с очень большой дружбой с Найджелом Фараджем и всякий поддерживал Брексит, но это о чем-то свидетельствует. И в этом смысле, ну, Евросоюз не любимый партнер Трампа. И можно сказать, что он, наверное, он и не очень-то понимает всю эту структуру Евросоюза, которая для его такого американского мышления вообще не очень понятна. Что они, как они тут все работают вместе? Это что, федерации, не федерации? Это страна или что это такое? Так что, в этом смысле, тут Европейский Союз, как мы знаем, не очень-то продвинулся в отношениях с США в течение последних трех лет. Тут же была такая идея заключить этот договор о свободной торговле, тут ничего не произошло и так далее. Так что, ну да, тут же все ожидают следующего вторника. Ну, а все-таки отношение к Путину, потому что имя российского президента, точнее его фамилия, всплывает и в дебатах, марионетка или собачка Путин, там по-разному можно это перевести. Трамп, в общем-то, не скрывает своего восхищения российским лидерам, или, по крайней мере, респект ему высказывает. Для него, конечно, более понятная фигура. Да, это интересный вопрос. Я думаю, что, насколько я понимаю, по отношению к тому, что мне говорили дипломаты, это довольно трудный партнер для России. В том смысле, что понятно, что Россия любила всегда и любит работать с республиканскими администрациям, потому что тут четкие, ближе по духу такие, ну, ястребы все-таки и так далее. И все, тут действительно большая шахматная доска и так далее. Но в этом смысле же Трамп не является каким-то очень ярким республиканцем. В том смысле, что он иногда предпринимает довольно противоречивые шаги. В том смысле, что есть какие-то символические, да, тут дружба. Он, кстати, всегда, никогда не обидел и не высказывался как-то ратрициально по отношению к Путину лично, что я думаю, что для Путина очень важно просто для того, чтобы поддержать хорошие отношения, потому что, ну, для некоторых лидеров это именно этот личный момент очень-очень важен. Но в то же время, что касается санкций, что касается этого самого северного потока и так далее, все это касается исключений из большой восьмерки и так далее. Это же такие вещи, которые очень-очень не нравятся российской администрации. В этом смысле я не думаю, что Трамп так и очень подходящий партнер для Путина, даже несмотря на этот хайп, потому что он же довольно труднопрогнозируемый партнер. Потому что если ты действительно ярый противник, тогда с тобой все понятно. Но является ли Трамп другом или противником, я не думаю, что это всегда ясно в самом Кремле. Ну, кстати, интересно, что я читал книгу о Дональде Трампе, там делились бывшие сотрудники его администрации, что он не прогнозируемый не только для России, он не прогнозируемый для тех, кто с ним работает. Да-да-да, это то же самое, что… Говорили, не пиши это в Твиттере. Да-да-да, все Болтон и все другие именно об этом пишут, что это довольно труднопредсказуемый партнер. Но, тем не менее, мы, и особенно тут в Латвии, должны работать с тем президентом, какой он есть. Ну что ж, будем работать. Спасибо Ивар Сиевс, политолог и депутат Европарламента, был гостем программы «Разворот сегодня». Всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания.